здравствуйте друзья меня по-прежнему зовут александр постановым продолжаем серию роликов в которых я отвечаю на ваши вопросы ближайшие праздничные дни не будут выходить практически каждый день и потому что вопросов накопилось очень много отвечать к сожалению на каждый в комментариях у меня не хватает времени поэтому пишу для вас ролики надеюсь что вас не очень утомляет их смотреть вопрос по поводу шлембергер как поливаете подкармливаете вы я только начинаю выращивать цветок поэтому не все очень важно у меня какой-то мелкий у вас очень крупные бутоны у меня с величины спичной головки от чего это зависит ну вообще размер бутона зависит от того как давно он появился то есть они появляются совсем малюсенькими потом они набирают 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 длину и уже к моменту распуска они становятся большими я поливаю раз в неделю свою шлембергеру вместе репсолидопсисом у меня сидит и не удобряю почитайте пожалуйста под видео про шлембергеру комментарии там очень много подписчиков и зрителей написали как они подружились со своими декабристами и там очень ценные есть замечание я кое-что взяла себе на заметку потому что есть вещи о которых я не знала и благодарю всех тех кто делится своим личным опытом потому что повторюсь личный опыт это бесценный он у нас у каждого свой вопрос про колонхой мои выросли уже 50 60 сантиметров выглядит как дерево второй год не цветет помогите пожалуйста что мне делать в размере 50 60 сантиметров колонхой цвести не будет она будет деревом будет падать расти дальше будет очень некрасиво посмотрите видео про обрезку колонхой обрежьте макушечки посадите рядом с материнским растением и ждите когда она наберет цветоноса единственное не давайте ему расти высоту больше чем 8-10 сантиметров это максимальный размер для колонхой чтобы он цвел татьяна гречихина меня спрашивает нужно ли убирать маленькие как тусят у большого колючего цветущего кактуса хотите убирать детей или не хотите это лично ваш выбор вреда вы кактусу не нанесете этим никакого я лично у своих мамилярий детеныши оставляю мне нравится вот это вот ожерелье из малышей вокруг основного материнского растения вреда они друг другу не причиняют здесь уже дело вкуса нравится вам такое обилие детенышей или не нравится и как вам больше эстетически приятным взгляду виктория меня спрашивает пластиковый горшок во многом меня лично устраивает но хочу спросить не выделяет ли он токсичные вещества от нагрева солнце ведь стоит основном на подоконниках я не думаю что такое солнце раскаленное что там что-то может выделить честно не знаю не думала об этом у меня все-таки в основном сидят цветы в керамике и вот буквально перед новым годом я пересадил свои большие цветы в пластик потому что это практично и мне нравится цветовые и дизайнерские решения тех горшков которые я выбрала на видео выйдет обязательно где-то в феврале в конце посмотрите какие горшки выбрала я на окнах у меня стоит керамика но это лично мое предпочтение вкусовой то есть я все-таки больше люблю керамику именно с точки зрения эстетики хотя пластик есть очень 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 достойный тут уже дело вкуса но вреда уж такого я не думаю что там от него может быть тем более что но огромное количество в различных заведениях сидят в обычном самом дешевом пластике цветов они прекрасно себя там чувствуют я имею ввиду поликлиники больницы и прочие истории татьяна задает мне вопрос на моей шифлере была щитовка было долго и особо не мешало на мой взгляд растение росло и ветвилось было с меня ростом но если она у вас была то есть я могу предположить что ее по какой-то причине не стало вред любой вредитель такая тавтология да немножко получается наносит только один вредители питаются соком растений и когда этих вредителей нарастает критическая масса но они просто очень сильно портят жизнь цветку тем что они высасывают из него сок который необходим ему для развития поэтому все-таки с вредителями оптимально бороться ирина задает вопрос амиакулька сейчас растет под подсветкой 18 ватта как стоит на тумбе вместе с орхидеями но пару стволиков как будто высыхают может они нельзя держать содержать под таким топ светом подскажите как сейчас поступить замиакулькас относится к тени выносливым растениям видео про замиакулькас я об этом рассказываю что многие озеленители используют его в тех местах где света нет вообще но это чревато тем что замиакулькас начинает вытягиваться и у него стволы вместо того чтобы стоять ровно вверх начинают падать скоро буду пересаживать свой замик которому 17 лет я вам его обязательно покажу но мне стоит рядом с северным окном и конечно света ему не хватает на другого места я ему пока не нашла поэтому он живет там где живет то что начинают высыхать стволы периодически у замиакулькаса отмирают стволы это естественный процесс растение это живой организм ничто не вечно и соответственно если вот начинается массовое высыхание или гниение тогда пора бить тревогу но как правило это связано с поливом они с освещением честно не занимаюсь досветкой цветов поэтому не знаю как она влияет многим это нравится мне это не нравится с чисто эстетической точки зрения я большой любитель поглазеть на окна потому что смотрю что у кого растет в каком состоянии и когда я вижу на окнах фитолампа меня это грустит потому что ну на мой взгляд это просто некрасиво и как я уже говорила в одном из видео бывают вынужденной ситуации например в тех регионах где по полгода полярная ночь конечно без подсветки но это вынужденная мера без подсветки там вряд ли что-то выживет просто потому что полгода нет света но если все-таки свет есть и световой день там 68 часов при естественном свете я не вижу необходимости досвечивать что-либо это мой опыт мой выбор и мое личное мнение она не является истиной в последнем станции ни в коем разе поэтому посмотрите ну вот тоже вы пишете как будто высыхают если они начали сморщиваться скорее всего вы просто не доливаете так светлана ступка спрашивает про сансеверию прислали по интернету такой цветок ужасный вид у нее она вся почти кроме середушки желтые погрызанные листья как и спасти не знаю выживет она или нет смотрите если у нее середина зеленая живая убирайте все желтые поврежденные листья то что погрызенные это не критично мою сансом погрызли личинки майского жука я так подозреваю но она и с обгрызенными листьями прекрасно хотя я убирала по максимуму не просто не нравится как это выглядит убираете все желтое делаете пересадку в небольшую посуду чтобы корневая система начала развиваться нормально для цветка и цветок не ушел весь в корень и собственно полив умеренно и раз в неделю с полным просушиванием земляного кома я думаю что все у вас будет в порядке именно спрашивает меня про фаллинопсис вы пересаживаете фаллинопсис после покупки обязательно ли это делать при этом удалять торфяную пробку таблетку я пересадил удалив пробку все это проделала после цветения после этого корни просто пошли усыхать и портится правда растения у них два не погибли сейчас начали выпускать новый цветонос из почек на имеющихся стрелках может вообще не дергать растение пусть себе растет в изначальном состоянии вы знаете я не знаю может быть у меня руки немножко не из того места растут но я обратила внимание что фаллинопсис себя чувствуют хуже после пересадки не все то есть миники у меня нормально переносит пересадку вот большие с вариантами я предпочитаю не трогать растение в период цветения от слова совсем вперед когда они набирают бутоны соответственно тоже потому что любая пересадка это стресс когда растение цветет ему нужно но все-таки бережно к нему относиться то есть можно сравнить с периодом когда женщина ну или там не знаю животное вынашивает детеныша то есть у нее все ресурсы идут на плод на продолжение до себя и когда мы берем и стрессуем цветок может повести себя немножко не так как нам бы хотелось у меня есть фаллинопсиса который по 7-8 лет принесена из магазина сидят в том грунте в котором я их принесла без пересадок и не могу сказать что они себя плохо чувствуют судя по тому что вы пишете они у вас начали цвести вы все сделали правильно то что часть корней погибла это не принципиально у меня были случаи когда даже гиб полностью вверх цена фаллинопсиса то есть корни были живые листья все высохли я решила посмотреть что будет дальше а дальше через пару месяцев у меня выросли новые листья и цветок собственно воскрес из мертвых поэтому растение достаточно живо учи существа не зря не заполонили так нашу планету чему я очень рада поэтому ну тут дело выбора да то есть кому-то нравится пересаживать кому-то не нравится у кого-то не хватает времени возможны разные варианты у вас слава богу видите все обошлось хорошо вопрос от джодит джодит не знаю как правильно прочитать как с купленной зимой розой поступать ждать пока бутоны раскроется потом пересаживать и срезать все бутоны если вы покупаете зимой розу вы же покупаете в цветущем состоянии поступать с ней точно так же как и с розой куплены в любое другое время вы за ней ухаживаете поливаете ее обильно если очень сухо жарко опрыскиваете листики чтобы не завелся паутинный клещ любуйтесь ее цветением и если она у вас сбрасывать начинает листья вы ее обрезаете бутоны убираете листья сокращаете полив ставите вместо прохладнее дожидает все сны после этого пересаживаете эльмира гарипова задает мне вопрос по поводу молоденького хризолида карпуса взяла из магазина с обсушенными кончиками обрезов дома расстроилась через некоторое время листья снова стали сушиться прочитал в интернете что арике нужно больше света и у него нельзя декоративно обстригать листья зимой переставив его на подоконник проблемы не закончились стали полностью сохнуть листья как я поняла проблема в том что я его залила что мне лучше сделать с тем маленьким чудом или пары правильно ли все поняла так смотрите эльмира давайте рассуждать логически если сохнут кончики листьев неважно у какого растения неважно какое время года для того чтобы предотвратить этот процесс мы обрезаем по зеленой части листа то что высохла ли пожелтела сейчас мне пришла такая аналогия в голову как с гангреной да то есть если у нас начинается какой-то гнойный процесс то это надо убирать по живому то есть вычищать все что и оставлять живую часть цветка соответственно не имеет значение когда это происходит то есть на время года мы в данном случае не смотрим от залива я не знаю чтобы арик от залива сушила листья скорее она будет гнить поэтому света конечно ей нужно достаточно надеюсь вы видели мой ролик про хризолидокарпус то есть это пальма пальмы любая требует большого количества яркого рассеянного света убирайте все что у вас засохла и не пересаживать его потому что сейчас он у вас и так стрессует что вы можете сделать вы можете просто стабилизировать полив поливая обильно раз в неделю проверяя перед следующим высохла ли земля опрыскивать его хотя бы пару раз в неделю и обратите внимание на обратную сторону листа если обратная сторона листа чистая и нет такого как мужчину такого сероватого налета то есть лист должен быть гладким если вот он гладкий значит его никто не ест и да нужно поэкспериментировать с поливом поэтому наблюдайте здесь как бы только время ваше наблюдение ваша забота поговорите с ним скажите что вы очень переживает что вы хотите чтобы он у вас жил погладьте его я думаю что она зовется на вашу любовь и воскреснет следующий вопрос тоже от эльмира что делать если хочется много разнообразных растений но и может не хватить солнечного света в доме существуют ли иные способы обеспечить растение светом до делают подсветки но я уже говорила выше что я не люблю фитолампы это моя личная как броня любовь что касается разнообразных растений солнечного света огромное количество цветов существуют которым не нужно много света вы просто можете составить свою коллекцию цветов под те условия освещения которые у вас есть и не танцевать с бубнами не устраивать им до светки то что те нелюбивых те невыносливых растений огромное множество если у вас восточные или западные окна вам подходят 90 процентов растений которые продаются в магазинах просто подбирайте те цветы которые вам подходят если вам поможет эта информация на моем сайте flors.ru есть в разделе комнатные растения фильтровка по освещенности то есть вы можете фильтровать по тому свету который у вас есть и даже выбрать комнату в которой будет стоять цветы и вам выдаст список растений которые подойдут лично вам понятно что там не все цветы которые есть но они фильтруются из тех что есть в наличии в принципе можно посмотреть что подходит вам раз в неделю минимум обновляем ассортимент таким образом вы можете себе составить список подходящих вам растений также интересует вопрос будете ли вы открывать еще филиалы хотя бы в другой части города я планирую вообще открытие десяти тысяч магазинов по стране я надеюсь что моя мечта сбудется с вашей помощью в том числе я открываю магазины по франшизе то есть сама лично я магазины не открываю свои потому что у меня есть пилотный проект пилотная мастерская который я пробую какие-то нововведения и дальше их уже распространяю на своих франчизе если они оказываются успешными если они оказываются не очень успешными значит я этот эксперимент прекращаю и мои франчайзе работают только по тем отработанным схемам которые проявили семян наилучшим образом поэтому если вы хотите свой цветочный магазин обращайтесь франшиза мистер флористер продается как выглядит мой магазин вы видите в большинстве роликов галина суханова минес мне задает вопрос почему после пересадки спатифилум он опустил листья что нужно сделать корневая была хорошая без гнили самый вероятный самая вероятная причина того что спать после пересадки опустил листья то что вы его плохо пролили потому что спать ик опускает листья в случае когда ему не хватает воды то есть он всем своим видом показывает неплохо дайте мне попить как только вы его как следует проливаете он тут же напивается листики у него становится как огурчики снежана спрашивает нужно ли устраивать период покоя для колонхой если да то когда насколько знаю я колонхой это растение без периода покоя почему я могу сделать такой вывод потому что колонхой а также как и фиалки также как антуриум и спатифилум и это цветущие растения которые есть продажи круглый год то есть без ярко выраженной сезонности и цена у них особо не скачет в течение года поэтому нет периода покоя и соответственно у вас просто растет и цветет в течение всего года ангел лайк задают мне вопросу мы у меня листик колонхой стали мягкие и вялые почему вариантов несколько почему колонхой становится мягкими и вялыми листья первое не долив второе попал сквозняк на то открыли форточку попал холодный воздух очень сильно холодный на цветок и листья как бы так сна отреагировали но это вот как бы два основных момента которые мне приходят сейчас в голову так еще вопрос писала в прошлое ваше видео выпуска колонхой перестал расти мысли такие что он завязывает бутоны наверное вам уже ответил на ваш вопрос перестал расти это хорошо то есть он не должен расти вверх если колонхой начинает расти вверх значит мы его обрезаем 8 максимум 10 сантиметров это предельно допустимая высота для колонхой чтобы он цвел иначе он вытягивается идет весь в листву листья мельчают красоты никакой от него не будет что касается завязки бутонов вы увидите вам отвечала по моему на ваш вопрос в прошлом выпуске то есть в пазухе между большим листом листом прошу прощения и стеблем у него завязывается цвета нос так поле его дина мне задает вопрос как лучше выращивать один отросток или несколько отростков пальмы левистоны один вопрос у меня тогда к вам лучше для чего то есть вам как нравится больше так и лучше то есть нет универсальных рецептов нет универсальных ответов мы все ищем каждый для себя эти вопросы я могу дать общие рекомендации основанные на моих наблюдениях за цветами на протяжении многих лет но в любом случае кому-то нравится там если мы говорим про фикусы один ствол кому-то нравится их черенковать и делать много стволов кому-то нравится штамбы кому-то кусты кому-то там один отросток пальмы до кому-то много это дело ваше просто когда вы выращиваете независимо сколько у вас отростков подбирайте грамотно горшки чтобы корневой системе было тесно и соответственно если у вас один отросток с небольшой корневой системы берите под него небольшой горшочек тогда у вас растение будет развивать верхнюю часть они уходить в корень и татьяна мне задает вопрос когда минуют морозы можно ли у вас заказывать цветы домашние для дачи как они вообще переносит такие пересылки как и новосибирск например конечно у нас можно заказывать цветы мы отправляем транспортными компаниями новосибирск не подскажу чем отправляем у нас есть менеджер прекрасная аня которая работает со мной уже больше пяти лет и она у нас просто маэстро логистики она отправляет во все города страны и очень хорошо знает чем лучше доезжает по срокам и как это все происходит для дачи растениями мы не занимаемся у нас бывают конечно представители садовых там типа бересклетов не знаю каких-то хвойников можжевельников есть такие на цветы в ассортименте уличные примулы но те же примулы допустим до новосибирска я бы не стала отправлять потому что они будут доезжать не очень хорошо новосибирске есть у вас прекрасный магазин оптово розничный по моему гринвилл если я не ошибаюсь я там было растение в хорошем состоянии выбор у них достаточно большой попробуйте сходить к ним но мне понравилось когда я там была мне понравился их ассортимент цены конечно у них не самый низкий но с учетом пересылки я не думаю что цены будут сильно ниже поэтому мы отправляем по всей стране когда да когда позволяют погодные условия и 90 процентов растений доходят в идеальном состоянии особенно если речь идет но таких 90 процентов скажем так потому что те 10 процентов которые доезжают плохо мы просто отговариваем и не отправляем потому что понимаем что цветок не доедет благодарю вас всех друзья мои за ваши вопросы за ваши комментарии за вашу обратную связь конечно же что вы досмотрели этот ролик до конца спасибо вам огромное и надеюсь до новых встреч